Галина Логинова воспитывает двоих сыновей. Скоро в третий раз станет мамой. Шутит. В феврале родится рыбка по знаку зодиака. Галина сделала оба компонента вакцины. Рассказывает, прививку перенесла очень легко. Я сама решила сделать, потому что в последнее время очень много среди знакомых стали заболевать. Кто-то легко заболевает, переносит, а кто-то тяжело. И я испугалась все-таки. Я отвечаю не только за свою жизнь, а теперь еще и за малышку. Ксения Сергеева воспитывает шестилетнего сына и работает медсестрой в реанимации в красной зоне. Первую прививку сделала в июле. Гомковид-вак. После нее немного болела рука, а после второй вовсе никакой реакции не было. Спустя три месяца Ксения поняла, что беременна. Уходить из красной зоны она не собирается, поэтому решила ревакцинироваться. Говорит, уверена, прививка ее защитит. Чтобы предотвратить заболевание во время беременности, чтобы было здоровье у ребенка и у матери, потому что случаи, когда попадает в стационар, много. Врачи говорят, если беременность запланирована, лучше заранее сдать все анализы и сделать прививки. А если все получится вне плана, вакцинироваться нужно во втором триместре, после 22 недели. Вакцинацию беременные женщины, как и не беременные, женщины переносят удовлетворительно. Каких-либо осложнений серьезных, и, так скажем, не только серьезных, но и средних практически не встречается. Легкие недомогания возможно, но они, как правило, быстро проходят в первый день после вакцинации. Привиться от коронавируса могут все желающие. Для этого нужно обратиться в районную поликлинику или в один из прививочных пунктов. К примеру, в колледже имени Ляпиной дежурят сразу пять бригад, а пункт работает без выходных. Также в любой день можно прийти в пункт вакцинации в областной библиотеке. Кроме того, в городе открыты круглосуточные кабинеты. Особенно ответственно подойти к вакцинации нужно не только беременным женщинам, но и молодым семьям, где есть малыши и пожилые люди. Михаил Ермоленко, Виктория Шаре. События.